К другим темам. Порядка 80 крестьянских хозяйств пострадали от паводков в Атыраусской области. С просьбой о выплате компенсации они обратились в специальную комиссию при Акимате. Специалисты занимаются подсчетом размеров ущерба. Подробности у наших корреспондентов. Рашид Езбусынов занимается выращиванием люцерна. И заготовка сочных кормов пользуется большим спросом среди животноводов. Но первого урожая в этом году аграрий не дождался. После паводков 17 гектаров угодий подтопило. Подтопило прямо на глазах. Ничего не смогли сделать. Не успели даже приступить к сенокосу. С одного сенокоса собирали по 250 рулонов люцерны в среднем. Подали заявку в Акимат. Размер ущерба примерно 15 миллионов тенге. Надеемся возместят. Долгосрочные потери аграрии вовсе не подаются расчету. Люцерна может давать урожай до 8 лет. Здесь ее засеяли 3 года назад. После паводков корневая система растений разрушена. И поля теперь придется вспахивать и засеивать заново сетует земледелец. С этого надела он получал до 2000 рулонов люцерна ежегодно. Если учитывать, что каждый из них стоит 10-15 тысяч тенге, масштабы ущерба нетрудно представить. Из-за повышенной влажности землю пока невозможно обрабатывать. Земледелец надеется, что государство не будет затягивать компенсации. Тогда можно успеть посадить хотя бы бахчевые. Руководитель хозяйства сдал заявление в утвержденной форме. Мы передали все документы на рассмотрение комиссии. Ждем соответствующее решение управления сельского хозяйства. Размер компенсации будет рассчитан согласно принятым нормативам за каждый гектар. По Траусской области к комиссии по оценке ущерба обратились порядка 80 хозяйств. Большинство из них из-за паводков не успели приступить к весеннеполевым работам. Больше всех пострадали земледельцы, занимающиеся заготовкой корма для скота из многолетних растений. Тайхан Тажебаева, Растамбек Кенже, Айбек Байзаков, Отраусская область, 24КЗ.